Этот дом в Макарове Людмила вдова и мать-одиночка строила сама в течение 14 лет. Жили в нем с младшей дочерью, внуком и престарелой мамой. В феврале этого года она уже заканчивала ремонт. Я уже была рада, что все, я закончила все ремонты, стройки, все, уже жить и радоваться, уже все сделала под детей, под внуков, под себя, под маму, потому что мама у меня не видит ничего, не ходит. Людмила вспоминает, что уже через два дня после начала войны колонна российских военных вошла в Макаров. Дочь с внуком успели выехать. 82-летняя мама была временно у родственников. Так что в оккупации Людмила оказалась одна. Первому марта в Макарове не было ни света, ни интернета, ни связи. Дома обходили российские военные. Мы не могли выехать, потому что было страшно не то, что выехать, было страшно выйти на улицу. Они все время ходили по дороге. Только появлялся на улице, сразу наводился прицел автомата. Через 10 дней Людмиле удалось вместе с соседкой уехать из Макарова. Когда в СССР освободили поселок, Людмила вернулась. Но вместо своего дома нашла обгоревшие руины. По рассказам соседей, российские военные на танки въехали в ее дом, а потом обстреляли его. Это было очень больно. Это был дом, в котором уже было все. Там была вся моя жизнь, все мои вещи, все фотографии. Ну, все полностью. Летом она жила в своем огороде под навесом. Но с приближением зимы это стало невозможно. И теперь Людмила живет то у родственников, то у соседей. Благотворительный проект НЕСТ объявил сбор средств на постройку временного модульного жилья для Людмилы. НЕСТ устанавливает мобильные дома для украинцев на их собственном участке. По данным проекта, в результате российского вторжения более 100 тысяч семей потеряли свои дома. Мы работаем только с семьями, у которых был частный дом, и он был разрушен. Украинское законодательство недостаточно гибкое, и эти люди, скорее всего, будут последние в очереди на финансовую помощь для восстановления домов. К сожалению, у нас нет возможности помогать людям, которые потеряли свою квартиру. Такие бюджеты за пределами наших возможностей. Я имею в виду, что этими проектами обычно занимается правительство. У этих передвижных домов очень большой срок эксплуатации – от 10 до 20 лет. Мы присоединяем их к уже существующим системам отопления, энерго- и водоснабжения. По словам украинских экспертов, подобные модульные дома могут стать временным решением для тех, кто полностью лишился крова. И, возможно, из-за масштаба разрушений жить в них придется не месяцы, а годы. В Ирпине строится большой модульный поселок. На территории одного из заброшенных санаториев, то есть буквально под соснами, несколько дней назад начали устанавливать модульные домики. Но это фактически контейнеры, которые приспособлены для жилья. Это, безусловно, временная мера, но она очень поможет людям, которым просто негде сейчас жить. Такой же поселок есть в Буче. Он действует уже с лета. Это польская помощь. По данным Управления Верховного комиссара ООН, по делам беженца в Украине приблизительно 7 миллионов внутренне перемещенных лиц, а около 8 миллионов бежали в Европу в поисках безопасности. Эксперты полагают, что продолжительность войны и создание приемлемых условий для жизни в Украине после окончания военных действий станут решающими показателями того, какой процент беженцев вернется обратно. Украинское население уже не самовоспроизводится. А, естественно, если сейчас уедут женщины в фертильном возрасте и молодые дети, это еще более усугубит проблемы как демографического развития Украины, так и проблемы, связанные с ее рынком труда в будущем. Поэтому, конечно, украинскому правительству нужно делать все, чтобы привлечь людей обратно, но и постараться как-то сократить этот поток, создавая какие-то положительные стимулы. Но делать это в условиях, когда продолжается война, когда идут совершенно продуманные последовательные атаки с целью разрушить и социальную, и транспортную инфраструктуру, и энергетику страны, очень трудно. Людям пока, даже хотя они возвращаются в больших количествах, но, объективно говоря, им часто просто некуда возвращаться. Государственные проекты по строительству жилья, по словам экспертов, могут восстановить лишь малую часть разрушенного жилого фонда. В стране обсуждают возможности привлечения международных доноров. Дело в том, что у государства сейчас приоритетной задачей является восстановление инфраструктуры. И бюджетные деньги уходят в основном в эту сферу. Ремонт жилья – это не более 5% потребности. То, что сейчас может дать украинская власть всех уровней. Поэтому, безусловно, необходима помощь союзников и партнеров, необходимы вложения именно в ремонт жилья. Почему это важно? В Украине стоимость жилья, как и везде на постсоветском пространстве, очень высокая. Она непропорционально высокая. То есть человек вкладывает в жильё то, что он зарабатывает за всю жизнь. Людмила говорит, что уезжать из родного Макарова не собирается. Она мечтает вернуться в мирную жизнь. И со временем заново построить дом, в котором будет комфортно её маме, детям и внукам. Началась великая война.